Глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня вашему вниманию представляются клинические рекомендации артериальной гипертензии у взрослых, утвержденные Минздравом Российской Федерации 2020 года. Меня зовут Конрадия Александра Олеговна, я один из членов экспертной группы, которая готовила текст этих рекомендаций. И от имени Российского кардиологического общества я сегодня озвучиваю для вас основные положения этих рекомендаций согласно официальному слайдсету, который утвержден. Начнем, конечно, мы с определения. И согласно определению, артериальная гипертензия это синдром, а не собственно заболевание, связанное с повышением систолического и или диастолического артериального давления. Для Российской Федерации по-прежнему актуальным является термин гипертонической болезни, который введен был Георгий Федоровичем Лангом, под которым подразумевается то, что в мире называют часто эссенциальной артериальной гипертензией, то есть хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого, а не сопутствующим является повышение артериального давления. Ну и вы хорошо понимаете, что в этой ситуации мы исключаем все вторичные причины повышения артериального давления. Ну и, наконец, одно из важных определений, которое нам будет принципиальным в разборе клинических рекомендаций, это определение гипертонического криза, которое изменилось в последние годы. И под кризом мы понимаем состояние, вызванное значительным повышением артериального давления, но которое обязательно ассоциируется с каким-то острым поражением органов мишеней, нередко жизнеугрожающим. Поэтому под кризами мы не понимаем внезапное повышение артериального давления, если это единственный симптом. Наши рекомендации, равно как и другие рекомендации профессиональных обществ и российского кодиологического общества подготовлены, исходя из классов рекомендаций и тех формулировок, которые приняты сегодня в мире и в России. И, соответственно, мы используем классы рекомендаций Европейского общества кардиологов 1, 2, 2, 2, 2 и 3. И вам хорошо понятно, в какой ситуации что-то рекомендовано, либо наоборот не рекомендовано. А также уровни доказательств Европейского общества кардиологов уровня А, В и С. Для Российской Федерации используются дополнительные шкалы, так называемые УДД, уровни доказанности мероприятий, которые очень похожи с европейскими, но все-таки немножко отличаются. И они выделяют пять классов уровней доказанности, начиная с систематического обзора рандомизированных клинических исследований с применением метаанализа и заканчивая самым низким классом доказанности, когда есть только обоснование механизмов действия и мнение экспертов, но нет никаких доказательств. Эта шкала оценки используется в целом ряде клинических рекомендаций, может быть немножко трудно к ней привыкнуть, потому что ее мы дополняем еще таким понятием, как уровень убедительности рекомендаций. Это немножечко вместе соотносится с европейскими подходами, и тем не менее здесь чуть-чуть есть нюансы, которые вы можете видеть в этой таблице, но все равно уровень А является сильной рекомендацией, уровень Б среднего такой силы, и уровень С это слабая рекомендация, когда отсутствует доказательство надлежащего качества. Но мы с вами хорошо понимаем, что далеко не всегда мы имеем очень четкую классификацию тех рекомендаций, которые мы даем, но стараемся придерживаться этой классификации. Соответственно, уровень классификации артериального давления, который мы измеряем в медицинском учреждении, так называемого офисного артериального давления, по-прежнему лежит в основе классификации наших пациентов. И ровно так, как и в Европейском обществе кардиологов, российские эксперты остановились на трехстадийной классификации по степеням тяжести и на выделению таких критериев, как оптимальное, нормальное и высокое нормальное артериальное давление. Вместе с этими уровнями, естественно, мы оцениваем поражение органов мишеней, прекрасно понимая, что уровень риска зависит не только от уровня давления, но и от сопутствующих факторов. И здесь появляются стадии гипертонической болезни, которые известны нам со времен еще социалистического времени и Александра Леонидовича Мясникова. И с тех пор они не такой уж сильные претерпели изменения. И в частности для пациентов с отсутствующими факторами риска это первая стадия при наличии поражения органов мишеней, соответственно, хронической болезнью почек или сахарного диабета без поражения органов вторая. И более тяжелая стадия, когда мы имеем установленные сердечно-сосудистые заболевания или тяжелую хроническую болезнь почек. Ну и соответственно уровень риска зависит от стадии и от степени повышения артериального давления, и он грудуально нарастает, и практически все больные в третьей стадии, они относятся к категории очень высокого риска. В рекомендациях достаточно четко определены факторы, которые определяют сердечно-сосудистый риск и стадию. К ним относятся домографические характеристики, которые мы хорошо знаем, мужской пол, соответственно, возраст, курение, дислепидемия, гипергликемия натощак и избыточная масса тела или ожирение. Также из лабораторных параметров и особенностей анамнеза имеет значение семейный анализ заболевания, уровень мочевой кислоты, развитие артериальной гипертонии в молодом возрасте, у кого-то из родителей или в семье, ранняя менопауза, малоподвижный образ жизни, целый ряд психологических и социальных факторов, которые не очень четко на сегодняшний день определены, и число сердечных сокращений, чего в предыдущей версии рекомендаций не было. Далее мы обращаем внимание на перечень так называемых бессимптомных поражений органов мишеней. Это то, что мы с вами можем выявить инструментально, но пациент на это еще не жалуется и как заболевание это не проявляется. Интересно, что на первом месте европейские эксперты и вслед за ними российские поставили проявление артериальной жесткости, рост пульсового артериального давления и скорость распространения пульсовой волны. А также, конечно, признаки гипертрофии левого желудочка, альбоминурии, лодыжечно-причевой индекс и проявление выраженной ретинопатии. Ретинопатия первой-второй стадии степени не является важным критерием для постановки диагноза. И, наконец, появляются факторы, которые определяют сердечно-сосудистый риск и именно третью стадию заболевания, к которым относятся уже диагностированные сердечно-сосудистые и почечные заболевания. Церебровоскулярные заболевания, любые проявления ИБС, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, скорость клубочковой фильтрации менее 30 миллилитров в минуту и сахарный диабет с поражением органов мишеней. Что касается диагностики артериальной гипертонии, это достаточно простая схема, и российские эксперты постарались сделать ее максимально реализуемой в любых условиях на территории Российской Федерации. Мы собираем анамнез, повторно измеряем уровень артериального давления, осуществляем физикальный осмотр, осуществляем лабораторно-инструментальные методы, сначала рутинные, затем уже более сложные, исключаем при необходимости вторичную гипертонию, оцениваем уровень сердечно-сосудистого риска, ну и, соответственно, мы должны поставить диагноз артериальной гипертензии и классифицировать ее по степени. Если говорить о скрининге артериальной гипертонии, то как только больной попадает, точнее здоровый, в оптимальный уровень давления, контроль давления предполагается раньше раз в 5 лет, с уровнем нормального артериального давления от 120 до 129 раз в 3 года, с высоким нормальным, мы уже наблюдаем этих пациентов чаще, не реже одного раза в год, и исключаем маскированную гипертонию, ну и при явном повышении артериального давления нам необходимы либо повторные визиты для того, чтобы подтвердить его повышение, либо, соответственно, домашнее или суточное мониторирование артериального давления, чтобы объективизировать это повышение. К объективным методам исследования, которые используются в рутинной практике, относятся простой набор тестов. Это клинический анализ крови с гемоглобином, глюкоза, липиды крови, включая три глицериды, электролиты, элементарный калий-натрий, мочевая кислота, креатинин и обязательно расчетная скорость клубочковой фильтрации. Мы должны забыть оценку функций почек по креатинину, ориентироваться всегда на скорость клубочковой фильтрации, показатели функции печени, простейший анализ мочи, но с определением альбомин-креатининового соотношения в разовой порции и электрокардиограмма в 12 отведениях. Как вы видите, ничего сложного нет, потому что все остальные тесты выполняются уже по показаниям. Очень важно, что для выявления альбомин-урии нам необходимо вот это отношение альбомин-креатинина. Для этого не нужно собирать суточную мочу, это делается в разовой порции мочи, это скрининг, наличие поражения органов мишени. Далее мы можем выполнять по специальным показаниям детальное обследование, к которым относятся эхокардиография, узи сонных артерий, доплерографическое исследование брюшной полости и целый ряд других тестов. Также оценка скорости пульсовой волны, лодырочно-плечевого индекса, оценка когнитивной функции, если у нас есть подозрения на ее снижение. Данные, которые можно сделать для визуализации головного мозга, это важно для подтверждения наличия цереброваскулярной болезни, для того, если мы подозреваем какую-то вторичную причину повышения артериального давления центрального генеза и так далее. Для того, чтобы оценить поражение сердца, естественно, целесообразно выполнить больному эхокардиографическое исследование. И в 2020 году впервые российские рекомендации определяют европейские критерии для диагностики гипертрофии левого желудочка. Это для практического врача является достаточно новым понятием, потому что мы привыкли судить о гипертрофии левого желудочка по толщине стенок. И обычно мы пишем по эхо гипертрофию левого желудочка, когда видим толщину стенок левого желудочка или межжелудочковой перегородки или задней стенки больше одного сантиметра. На самом деле критерии гипертрофии всегда должны оцениваться по массе миокарда левого желудочка и ее соотносят либо к росту, возведенному в степень 2,7, либо к площади поверхности тела, выраженной в квадратных метрах. И, соответственно, есть критерии для мужчин и для женщин для установления такого диагноза. Кроме того, одним из неблагоприятных паттернов ремоделирования левого желудочка является его так называемое концентрическое ремоделирование, при котором нет нарастания массы миокарда левого желудочка, но имеется изменение относительной толщины стенок левого желудочка, так называемое ОТС, и при его величине больше чем 0,43 мы можем поставить такой диагноз. Имеет значение, конечно, и увеличение размера полости левого желудочка, а также оценка размеров левого предсердия. Нужно сказать о том, что артериальная гипертония, вопреки доминировавшему раньше представлению о том, что нужно иметь ишемическую болезнь для того, чтобы иметь фибрилляцию предсердий, на сегодняшний день именно гипертензия признана официальным основным драйвером развития артериальной фибрилляции предсердий и особенно в сочетании с ожирением. И поэтому мы должны оценивать индекс объема левого предсердия, также приведенному к росту в квадрате. Поэтому следите, пожалуйста, за вашими специалистами по эхокардиографии, чтобы при наличии возможности они давали вам именно такие числовые показатели, а не общее описание и только размеры. Суточное мониторирование артериального давления. Мы знаем, что это очень хороший метод, но метод достаточно трудоемкий и, конечно, мы не можем его выполнить каждому больному, у которого повышено давление. Поэтому эксперты определили определенные показания к проведению либо домашнего, либо суточного мониторирования артериального давления. Во-первых, это гипертония белого халата и, соответственно, состояние, где это чаще встречается. Это состояние, при которых наиболее часто встречается маскированная гипертензия, в том числе то, что я только что упомянула, высокое нормальное артериальное давление. Это наличие признаков гипотензии, либо постуральной артериальной, либо постпродиальной гипертонии после еды. И у пациентов чаще всего пожилого возраста это нередко приводит к симптомному снижению уровня артериального давления, головокружению, даже синдрома внезапных падений. Если у больного имеется очень высокая вариабельность артериального давления, и другими словами, на визитах вы часто видите пациента то с нормальным уровнем артериального давления, то с существенно высоким, и вы не можете понять, что происходит, несмотря на назначенную грамотную, адекватную антигипертензивную терапию, то вы можете прибегнуть к этому методу. Ну, а также, если вы подозреваете, что на фоне лечения возникают эпизоды гипотензии, даже если вы их не фиксировали, это тоже является показанием. Между собой можно бесконечно сравнивать сложный и дорогой метод суточного мониторирования артериального давления и простой, но не очень надежный метод самомониторирования дома артериального давления. Да, конечно, измерение артериального давления дома, введение дневника и записи эти при помощи остелометрических приборов, которые делают это достаточно объективно, это дешево и просто, это вовлекает процесс нашего пациента, он становится активным участником и помогает нам лечить больного, но, тем не менее, возможны и ошибки. Как правило, ночью это невозможно сделать, хотя сейчас этот недостаток устраняется, и некоторые современные приборы уже могут быть запрограммированы к измерению артериального давления ночью в течение двух-трех раз. Но, тем не менее, есть недостатки. Что касается суточного мониторирования, это, конечно, точнее, но мы должны соблюдать баланс между тем и другим методом, отдавая предпочтение, исходя из характеристик пациента, тому или другому технологии. Если мы говорим об определении артериальной гипертензии, в зависимости от метода измерения, то всегда ставят вопрос, а как поставить диагноз не при помощи офисного давления, а при помощи амбулаторного либо суточного мониторирования артериального давления. И вы видите, это достаточно давно уже известно, что критерии более мягкие, и они отличаются для ночного артериального давления, когда мы можем говорить о гипертензии, начиная с цифр 120 и 70 миллиметров тупного столба. Ну и, соответственно, для средних за 24 часа это 130 и 80. Далее мы переходим к этапности оценки сердечно-сосудистого риска. Естественно, мы выстраиваем этапы, так как нам это удобно, исходя из той методологии, которую мы применяем. Сначала это клиническая оценка, то, что очевидно. То есть, если мы уже знаем, что пациент переносил инфаркт миокарда или инсульт, нам не нужно больше ничего делать для оценки сердечно-сосудистого риска, потому что мы автоматически уже определили, что это четвертая степень риска. Проводить оценку риска по таблицам скор рекомендовано только у бессимптомных лиц, которые старше 40 лет, и у них нет явного анамнеза, и тем не менее мы не можем автоматически отнести его в ту или другую группу риска. У отдельных пациентов низкого или умеренного риска мы тогда оцениваем уже дополнительные факторы, если шкала скор не дает нам стопроцентной уверенности, к какой категории риска относится наш пациент. Обращаю ваше внимание, что шкала, которая введена в российские рекомендации, отличается от европейских рекомендаций 2018 года, потому что, когда утверждались наши рекомендации, то появилась уже новая шкала скор, в которую вошли пациенты с уровнем холестерина только до 7 миллимоль на литр, но тем не менее появились еще пациенты более старшей возрастной группы. Но это связано с общей европейской тенденцией старения населения и улучшения здорового долголетия, и сегодня предполагается, что пациенты 70 лет тоже могут быть бессимптомными и нуждаются в оценке риска по шкалам. Хотя, как вы видите, пациенты в этой группе, как правило, относятся, независимо от уровня артериального давления, уже категориям высокого риска. Что же нам делать с этими шкалами и что мы получаем в результате? Все, конечно, хорошо это знают. Если риск экстремальный, то это клинически значимое сердечно-сосудистое заболевание, которое вызывается атеросклерозом. И, несмотря на активную терапию, это продолжается. Это пациент действительно очень высокого риска, в отношении которого мы должны прибегать к каким-то самым активным стратегиям. Ну, соответственно, высокий риск, да, это риск выше 10 процентов, и к нему относятся все пациенты, которые страдают, переносили когда-либо заболевания, в том числе какие-то вмешательства на артериях, то как коронарных, так и сонных. Это пациенты с выраженной хронической болезнью почек, которая является очень важной детерминантой риска. Это пациенты семейной гиперлепидемии, да, какие бы другие факторы риска у них не были. Но проще немножечко говорить о пациентах низкого риска, если скор меньше 1 процента, и умеренного риска, к которым относятся пациенты по шкале скор от 1 до 5 процентов, и, как правило, могут быть молодые еще пациенты даже с сахарным диабетом первого типа, но моложе 35 лет, и с сахарным диабетом второго типа моложе 50 лет. Практически все остальные пациенты уже относятся к категории высокого риска. В рекомендациях упомянуты также так называемые модифицирующие факторы, которые способствуют увеличению сердечно-сосудистого риска. Трудно сказать, как к ним на практике относиться, потому что формально, если у пациента есть аутоиммунное заболевание, в частности упомянутое здесь, вы не можете поменять ему группу риска, потому что это не указано в рекомендациях, но считать его более предрасположенным каким-то осложнением вы имеете право и в этой ситуации модифицировать его риск и всегда думать о том, что что-то этого пациента ожидает в большей степени, чем такого же, но без этого фактора риска. И сюда относят как раз и ожирение, и социальную депривацию, низкую физическую активность, психологические стрессы, в том числе такой феномен жизненного истощения. Сейчас много говорят о феномене профессионального выгорания и многого другого. Очень важно, что аутоиммунные заболевания, хронические заболевания кишечника, большие психические расстройства, все болезни, связанные с назначением иммуносупрессантов и разных сложной терапии, в том числе антипсихотиков, они относят пациента к более высокую группу риска, хотя бы вследствие того, что медикаменты тоже не способствуют благоприятному течению и развитию сосудистой стенки. Ну, следующий вопрос, который мы ставим, это когда начинать антигипертензивную терапию. Естественно, мы должны это делать либо после изменения образа жизни, либо вместе с изменением образа жизни. Это зависит от значения артериального давления. Соответственно, как только вы диагностировали артериальную гипертензию второй и третьей степени, мы сразу начинаем лечить этого пациента, причем забегая вперед с комбинированной терапией. И, в общем, долго мы не размышляем, хотя, конечно, не медикаментозное лечение мы ему рекомендуем. Вот с первой степенью повышение зависит все от группы риска. Если пациент высокого риска, то все равно мы его лечим незамедлительно. Если все более-менее благополучно и риск низкий или умеренный, то мы можем какое-то время поэкспериментировать с немедикаментозными мероприятиями. Перед вами классические показания к началу антигипертензивной терапии, которые зависят от возраста, от сопутствующих заболеваний. И, соответственно, практически для всех мы начинаем лечение с артериального давления выше 140. И только для пациентов старческой группы старше 80 лет мы размышляем до 160 миллиметров тупного столба, вот, соответственно, для того, чтобы более деликатно относиться и щадяще к снижению артериального давления, хотя целевое артериальное давление достаточно мало отличается. Пожалуйста, не путайте вот этот порог для начала терапии с целевым значением артериального давления, потому что это не одно и то же. Если уже мы начали лечить наших пациентов, то наша цель для молодых пациентов это 130 миллиметров тупного столба при хорошей переносимости, за исключением больных с хронической болезнью почек, где остается пока порог 140. Вот, а если пациенту 80 лет, то мы все равно, да, и старше 65 лет, да, стремимся к снижению артериального давления ниже 140 миллиметров тупного столба, даже если мы начали это только с порога 160. Ну и для диастолического давления целевой диапазон остается от 70 до 80, примерно классический, который есть для офисного артериального давления, практически для всех возрастных групп. Вот это такой суммарный слайд, который определяет тактику ведения пациентов. Ну и первое, когда мы сталкиваемся с больным, у которым высокое артериальное давление. Первый вопрос, который мы себе задаем, есть ли сейчас признаки криза и есть ли какая-то необходимость экстренно его лечить. В большинстве случаев этого нет. Вот, и мы начинаем плановое обследование больного и подбор ему антигипертензивной терапии. Соответственно, нам нужно как минимум два визита, если мы не выполнили суточное мониторирование, чтобы документировать повышение уровня артериального давления, выставить диагноз. Возможно, нам потребуется определенный перечень обследований, чтобы исключить симптоматическую артериальную гипертензию. Дальше мы практически сразу назначаем антигипертензивную терапию. Какое-то время у нас есть на ее интенсификации, мы должны уложиться в три месяца. И вы знаете, что это входит в критерии качества оказания помощи. Ну и далее мы берем наших больных под диспансерное наблюдение. Согласно приказу о диспансерном наблюдении, больных первой-второй стадии наблюдает врач-терапевт, больных с резистентной артериальной гипертензией тяжелой наблюдает врач-кардиолог, и существует регламентированная кратность визитов для того, чтобы оценивать и эффективность, и приверженность, и многое другое, что нам нужно, изменение органов мишени в динамике и так далее. Итак, стартовая терапия. Мы, конечно, хорошо уже знаем, чем нам лечить артериальную гипертонию. Не нужно думать о том, что монотерапии не осталось. Место монотерапии по-прежнему занимается для больных низкого риска, для больных, с которых уровень артериального давления находится в пределах до 150-90, или наоборот, очень пожилые пациенты с синдромом старческой астении, у которых мы просто опасаемся избыточного снижения уровня артериального давления, опасаемся проявления гипотонии, нарушения функции центральной нервной системы, когнитивных нарушений, и мы можем начать их лечить и достигать целевого уровня артериального давления несколько медленнее, чем у более молодых пациентов, боясь какого-то развития осложнений. В качестве монотерапии может использоваться любой из перечисленных основных классов антигипертезивных препаратов. Это зависит от индивидуальных показаний и сопутствующей патологии, о чем вы хорошо осведомлены. Но если мы принимаем решение о комбининовой терапии, а это подавляющее большинство больных, которые находятся на приеме. Потому что, справедливости ради говоря, больные с уровнем артериального давления ниже 150 редко попадают в наше поле зрения, потому что они, как правило, вообще у врачей не наблюдаются. Поэтому для тех пациентов, которые составляют основную массу приема, кто приходит в связи с повышением артериального давления, это всегда будет начало с комбинированной терапией, предпочтительно в одной таблетке. И здесь сразу оговорюсь, что если это невозможно по финансовым соображениям, и, допустим, пациент получает льготное лекарственное обеспечение, и туда не входят препараты фиксированных комбинаций, ничего страшного, это может быть и свободная комбинация. Но, конечно, фиксированные комбинации повышают приверженность к лечению, и мы стараемся всегда начинать лечение именно с них. Это будет выбор между сочетанием блокады ренино-ангиотензиновой системы либо с антагонистами кальция, либо с диуретиками. Если этого оказывается недостаточно на протяжении двух, трех, четырех недель, как мы наблюдаем пациента, мы подключаем третий препарат. Это будет тройная комбинация, и если есть возможность, тоже в одной таблетке. Ну и далее мы уже начинаем рассматривать пациента как резистентного к лечению, который требует более трех лекарственных препаратов. Вы знаете, что основы лечения таких больных составляют антагонисты минералокортикоидных рецепторов, но мы можем использовать и центральные препараты, и альфа-блокаторы, и бета-блокаторы, и дополнительно назначать диуретик. И, в принципе, из 16 классов антигипертензивных препаратов мы можем использовать любой для того, чтобы достичь той цели, которую мы хотим. У больных с хронической болезнью почек есть особенности, в том числе для стартовой терапии. В этой ситуации, если у нас скорость клубочковой фильтрации ниже 30, то мы можем использовать петлевой диуретик, что в целом не очень характерно для лечения артериальной гипертонии. Все равно мы рекомендуем на втором шаге сочетание блокады риноангиотензиновой системы с блокаторами кальциевых каналов и с диуретиком, и для резистентной гипертонии, опять же, спиронолактон. Для больных, имеющих ишемическую болезнь сердца, ситуация разворачивается немножко иначе. Я иногда говорю, что больной с ишемической болезнью сердца мы должны сначала достичь антиангенального эффекта и назначить все те препараты, которые нужны пациенту с позиции ИБС, и потом в кавычках посмотреть, что же у нас останется еще необходимого для снижения собственно артериального давления. Поэтому начинать мы будем с сочетания ингибиторов ОПФ с бета-адреноблокаторами или с антагонистами кальция, то есть препаратами, обладающими антиангенальным эффектом. Мы можем использовать также в этой схеме и диуретики, или даже сочетание бета-блокатора с диуретиком, хотя мы прекрасно с вами помним, что оно является диабетогенным, и прибегаем к нему осторожно. На втором шаге это, опять же, тройная комбинация, опять предпочтительно в одной таблетке, и дальше уже практически ничего не отличается. Интересно, как нам снижать уровень артериального давления у больных с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса? Ну, нужно сказать, у этой группы пациентов редко бывает тяжелая артериальная гипертензия, но все-таки это встречается, и опять же, мы сначала должны обеспечить им базовую терапию сердечной недостаточности, ингибитор ОПФ, диуретики и бета-адреноблокаторы. Возможно, даже на самой ранней стадии они будут получать уже, естественно, все три этих препарата. И, естественно, только если у этих пациентов артериальное давление еще позволяет в дальнейшем интенсифицировать лечение, то мы подключаем сперронолактон и какие-то либо другие препараты для достижения этой цели. Впервые в 2018 году в европейских, а в 2020 году в российских рекомендациях появилась группа сочетания артериальной гипертонии и фибрилляции предсердий. Это группа высокого риска, она впервые была отнесена, это связано с тем, что 21 век это реальная эпидемия фибрилляции предсердий больных, таких становится все больше и больше, и мы должны их учитывать, а лечить их достаточно сложно. Конечно, базовую терапию будут составлять, опять же, ингибиторы ОПФ или блокаторы рецепторов конгютензина-2, и в этой ситуации мы можем использовать либо бета-адреноблокаторы, либо не-дигидроперидиновые антагонисты кальция. Есть и комбинации, которые могут использоваться как бета-блокатор вместе с антагонистом кальция, но мы всегда стараемся дигидроперидиновые антагонисты кальция, ну, как бы отодвинуть на второй план, в силу того, что они все-таки активируют симпатическую нервную систему и могут провоцировать развитие пароксизма фибрилляции предсердий. Ну, назначаемые с бета-адреноблокаторами, а, как правило, этого не происходит. У ингибиторов ОПФ и блокаторов рецепторов конгютензина-2 есть не очень доказанный, но все-таки есть так называемый абстрим-эффект, благодаря которому они снижают риски повторных пароксизмов фибрилляции предсердий. В рекомендациях также указаны достаточно четко противопоказания к назначению отдельных классов препаратов. Они бывают, как вы знаете, абсолютные и относительные. У диуретиков абсолютным является только подагра. Для бета-адреноблокаторов это бронхиальная астма, и то мы знаем, что существуют варианты, когда селективные препараты все-таки назначаются. Нарушение проводимости, выраженная брадикардия. Для антагонистов кальция абсолютных противопоказаний в принципе нет, кроме индивидуальной непереносимости. И для веропамилы и дилтиазема, безусловно, они существуют, поскольку препараты снижают сократимость миокарда, то выраженная брадикардия, дисфункция левого желудочка и так далее, мы должны их по-к минимуму использовать с осторожностью, а лучше не использовать совсем. Для ингибиторов и ПФ и блокаторов рецепторов к ангиотензину-2 остаются основным противопоказанием. Все-таки это беременность и наличие перенесенного ангионевротического отека в анамнезе, а также гиперкалиемия значимое. Классически мы считаем, что двусторонний стеноз почечных артерий это абсолютное противопоказание, хотя последний обзор по лечению вазоренальной гипертонии говорит нам о том, что в ряде случаев это возможно у некоторых пациентов, если нет нарастания креатинина. Далее мы переходим к простому понятию, а это алгоритм диспансерного наблюдения больных с артериальной гипертонией. Если мы говорим о первой степени, то здесь все просто. Регулярность профилактических посещений не менее одного раза в год, если АД контролируется должным образом. При стабильном течении возможно даже введение таких пациентов в кабинете медицинской профилактики. При рефракторной гипертонии первой-третьей степени пациент наблюдается у кардиолога, при отсутствии только возможностей у врача-терапевта и участкового врача. К алгоритмам диспансерного наблюдения относятся достаточно простые тесты, которые может выполнить практически каждая поликлиника на территории Российской Федерации. Это анамнезу, это уточнение того, принимает ли больной препараты и как регулярно он их принимает. Конечно, мы понимаем, что он не всегда нам может правду сказать, но мы эту информацию все-таки выясняем. Мы уточняем, принимаются ли другие препараты, гиполепидемические, антиагрегантные и так далее. Еще раз консультируем пациентов по поводу курения, характера питания, физической активности, даже несмотря на то, что мы не очень верим, что он все это будет делать. Анализируем данные домашнего измерения артериального давления. Если пациент пришел с дневничком, то мы смотрим, какие у него есть показания, какие есть показания к изменению терапии, самое главное. Также не реже раза в год мы должны проверить уровень общего холестерина и глюкозы плазманатощак, ну и объективно посмотреть пациента. Существуют и рекомендуемые вмешательства во время профилактических посещений. Они уже не являются строго обязательным, но все равно это надо делать. Это оценка суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале СКОР. Это оценка уровня липопротеидов низкой плотности, ну в целом липидного спектра, один раз в два года. Калий натрий сыворотки один раз в два года, если нет специальных показаний. Если мы назначаем, например, ингибиторы ПФ еще вместе с вершпироном, мы, конечно, должны делать это чаще. Креатинин сыворотки, опять же, с расчетом скорости клубочковой фильтрации, как минимум раз в два года. Микроальбоминурия один раз в два года и ЭКГ не реже одного раза в год. Еще достаточно сложный список, который мы все-таки уже должны осуществлять не обязательно, но если есть показания, то это желательно. Это эхокардиография раз в два года, сканирование сонных артерий, особенно у мужчин старше 40 лет и женщин старше 50 лет, при наличии ожирения. Индекс массы тела более 30. Это оценка скорости распространения пульсовой волны раз в три года, если у больного не достигнут целевой уровень артериального давления. Конечно, на каждом визите мы проводим корректировку терапии, и мы можем назначать больше визитов, если нам это необходимо. Ну и обязательно беседа с пациентом, памятка по алгоритму неотложных действий, что ему делать, если что-то случилось, и особенно для пациентов высокого, крайне высокого экстремального риска. В целом регулярность для второй-третьей степени пациентов посещения не меньше двух раз в год, это уже чаще, и рекомендую вмешательства в принципе тоже самое, но здесь уже фиксируется, что мы должны консультировать пациентов чаще, оценивать риск, контролировать приверженность чаще, осуществлять оценку уровня гемоглобины, глюкозы не реже, чем раз в год, общего холестерина, что допускается экспресс-методом. Уровень калия, натрия, мочевая кислота делается исходно далее по показаниям. Опять же обязательно скорость клубочковой фильтрации, альбуминурия, электрокардиограмма. Для этих пациентов эхокардиограмма и дуплексное сканирование почечных артерий. Ну и во время профилактических посещений мы можем выполнять рекомендовано такие вмешательства, как ультразвуковое исследование почек, оценка ладышно-плечевого индекса, показывать пациентов окулистом, это входит в стандарт лечения больного с артериальной гипертензией, ну и естественно корректировать терапию и объяснять пациенту все то, что ему необходимо делать. Ну и что касается больных с наличием сердечно-сосудистых заболеваний, цереброваскулярных заболеваний, хронической болезни почек. Если у них контролируется уровень артериального давления и все хорошо, мы все равно не меньше двух раз в год осуществляем профилактическое контрольное посещение и анализируем все, что нам сказано, в том числе всю терапию, посвященную этим сопутствующим перенесенным заболеваниям. И из отличий то, что здесь есть, это более четкая оценка липидного спектра один раз в два года и из рекомендуемых вмешательств дуплевское сканирование сонных артерий. Опять же мужчины старше 40 лет и женщины старше 50 лет не реже одного раза в два года и эхокардиография до не менее одного раза в год, при отсутствии каких-то специальных показаний. Для этих пациентов могут использоваться также дополнительные методы обследования, безусловно, корректировка терапии, сканирование подвздошных и бедренных артерий при наличии подозрений на патологии. И опять же, извините, что это все повторяется, но это важно, потому что каждый пациент должен осуществляться в своем коридоре в рамках диспансерного наблюдения. Опять же, и методология работы, обучение пациента и все, что необходимо. Последний раздел рекомендаций, который является, с одной стороны, самым простым и меньше относится к участковому доктору, с другой стороны, самым сложным. Это гипертонический криз. Как я сказала в самом начале, гипертонический криз – это состояние, при котором артериальное давление повышается значительно, до третьей степени и выше, и при этом происходит какое-то поражение органов мишеней, в том числе жизни угрожающего. И это состояние требует каких-то квалифицированных действий, направленные на снижение артериального давления. Обычно речь идет о внутривенной терапии, о госпитализации, о каких-то очень тяжелых проявлениях. К таким пациентам относятся пациенты со злокачественной гипертонией, пациенты, старославящие невризмой аорты, острые ишемиемпианхарты, острые сердечные недостаточности на фоне повышения давления. Пациенты с повышением давления, страдающие феохромоцитомой, в том числе при наличии выраженного органного поражения, а также беременные женщины с выраженной АГ и явлениями проеклампсии, которая более сложна, чем токоповышение давления. К таким пациентам надо относиться с максимальным вниманием. Практически все они требуют экстренной госпитализации. На сегодняшний день мы должны не пользоваться уже устаревшим термином неосложненный гипертонический криз. Неосложненный гипертонический криз – это отсутствие гипертонического криза, это просто повышение артериального давления, которое, как правило, бывает у больных с низкой приверженностью к лечению, и его вылечить можно в амбулаторных условиях. Что очень важно, что лечение криза рекомендуется проводить, конечно, в стационаре, и тем более в отделении неотложной кардиологии или палате интенсивной терапии. Осмотр врачом-терапевтом, врачом-кардиологом рекомендуется проводить не позднее 10 минут от момента поступления в стационар, и это тоже входит в критерии качества. ЭКГ рекомендуется снять в первые 15 минут от момента поступления, мы всегда должны иметь в виду возможность острого коронарного синдрома. Рутинное обследование возможно при разных вариантах криза разное, но тем не менее оно включает очень большой спектр обследований, все они здесь перечислены. И терапию, если это не инсульт в частности, мы начинаем не позднее 15 минут от момента поступления больного в стационар. Какие препараты используются сегодня как парентеральные в основном препараты для лечения гипертонического криза? Уважаемые коллеги, не капотен под язык, не коренфар под язык, не клонидин под язык, а это вазодилататоры нитроглицерин или нитропрусит натрия, это ингибиторы ПФНЛ-прилат для внутривенного введения, это бета-адреноблокаторы для внутривенного введения, это диуретики, вводимые внутривенно при острой левожелудочковой недостаточности, это один из альпаблокаторов препараты уропедил, это могут быть нейролептики. Если это острый период инсульта, вопрос необходимости снижения давления решается совместно с врачом-неврологом. Здесь подход индивидуальный и большинство рекомендаций не рекомендует быстро снижать уровень артериального давления в первые сутки инсульта, особенно ишемического инсульта. Ну это особый подход и мы здесь, об этом можно читать целую лекцию и практически врачи-терапевты с этим не очень сталкиваются, но мы должны об этом помнить, что если вы врачи скорой помощи и приехали к пациенту с проявлениями инсульта и видите выраженное повышение артериального давления, пожалуйста не надо его трогать, доставляйте его в стационар и снижать уровень артериального давления в машине скорой помощи не имеет смысла и может быть даже опасно. Что касается сроков и выраженности снижения артериального давления при лечении криза, если это просто злокачественная гипертония, то среднее давление мы снижаем на 20-20 процентов от исходного в течение нескольких часов и если есть проявление энцефалопатии, то есть тошнота, рвота, такие активные проявления. При остром коронарном синдроме написано немедленно снижение артериального давления, но немедленно это настолько быстро, насколько вы сможете это сделать, вот не доводя до коллапса ниже 140 миллиметров ступного столба. Безусловно, то же самое касается отека легких, а также расслоение аорты, где рекомендовано снизить артериальное давление ниже 120 миллиметров ступного столба и уменьшить также число сердечных сокращений для того, чтобы уменьшить вот эту нагрузку, подаваемую на аорту. При беременности есть особенности, снижение где-то 160, диастолическое давление ниже 150 и акушер-гинекологи хорошо это знают вместе с той командой терапевтов, которая работает, каким образом можно снижать уровень артериального давления и до каких пределов. Нужно помнить, что пациенты с гипертоническим кризом являются всегда группой очень высокого риска и нужно думать о том, нет ли здесь вторичной гипертонии. Например, многие считают из гипертензиологов, что наличие отека легких на фоне повышения артериального давления почти всегда в 90 процентов случаев свидетельствует о вазоренальной гипертензии. Выписка из стационара возможна только при достижении безопасного стабильного уровня артериального давления. Очень интересный раздел рекомендаций, который мог появиться только в российских рекомендациях, потому что в мировой практике в больницу больных с артериальной гипертонией, если у них нет осложнений, не кладут. Да, у нас все-таки бывает плановая госпитализация, она связана с неясностью диагноза и необходимости специальных методов обследования. Ну, в частности, проведение таких диагностических процедур, при которой просто нецелесообразно делать в поликлинике или невозможно в связи с их опасностью. А также это серьезные трудности в подборе медикаментозной терапии, частые вызовы скорой помощи, госпитализация с кризами и истинная рефрактерная артериальная гипертония. Иногда, кстати, бывает полезно госпитализировать больного в стационар и проконтролировать факт приема антигипертезивных препаратов, и рефрактерность артериальной гипертонии внезапно у пациента проходит, и все вы знаете почему. Показанием к экстренной госпитализации является то, что мы с вами обсудили, это гипертонический криз, гипертонический криз любой префеохромоцитомии, даже если он неплохо себя ведет, выраженные проявления энцефалопатии, осложнения любые артериальные гипертензии, требующие интенсивной терапии, которую мы только что с вами рассмотрели. Наоборот, мы привели показания к выписке пациента из стационара. Соответственно, после того, как мы установили диагноз симптоматической гипертонии или гипертонической болезни, мы подобрали медикаментозную терапию и достигли снижения артериального давления на 25-30 процентов от исходных значений и купировали гипертонический криз. Зачем я акцентирую на этом внимание? Потому что держать больного в стационаре до целевого уровня артериального давления не нужно. У нас есть с вами три месяца на достижение целевого уровня артериального давления стабильно, и тот уровень давления, который вы достигнете в стационаре, никогда не будет соответствовать тому, что будет у больного на амбулаторном этапе. Ну и, наконец, самый важный компонент любых клинических рекомендаций современных – это критерии оценки качества медицинской помощи, потому что именно по этим критериям нас, врачей, оценивают эксперты страховых компаний и любые другие проверяющие органы на примет того, все ли правильно сделают. В данном случае мы поставили достаточно простые и выполнимые критерии качества. Они напоминают собой определенный чек-лист, то есть либо да, либо нет. Установлен диагноз согласно действующим рекомендациям. Выполнен анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, оценка протеинурия, ЭКГ в 12 отведениях, данные рекомендации по изменению образа жизни. Ничего сложного и невыполнимого нет. Поставлен диагноз, в котором указана стадия заболевания, степень повышения давления, категория риска, наличие органных поражений и ассоциированных клинических состояний. У пациентов с первой степенью начата антигипертензивная терапия после трех месяцев модификации образа жизни. У пациентов второй и выше назначена двухкомпонентная антигипертензивная терапия сразу после постановки диагноза. И проведена ее интенсификация для стяжения целевого давления. Обращаю вам внимание, нигде не написано, какие лекарства назначить и в каких комбинациях. Это написано в рекомендациях, но в критерии качества это не входит для того, чтобы отдать врачу свободу на клинического решения и не превращать нашу работу в какую-то, так сказать, работу только по стандартам. Ну и, наконец, через три месяца мы достигаем целевого уровня артериального давления. Вы спросите, а что же делать врачу, если он не достигает этот целевой уровень давления? Писать, почему он не достигнут. Должна быть объяснена необходимость индивидуального уровня и скорости снижения. Мы пишем, что больной плохо переносит снижение давления, имеет побочные эффекты, низко привержен к лечению, включая невыполнение рекомендаций врача. Нам необходимо, может быть, сделать ревизию диагноза. У нас есть сопутствующая патология, которая затрудняет нашу жизнь и так далее. Вот, если все это написано и указана причина, то никаких санкций со стороны проверяющих органов не будет, даже если через три месяца у нас нет целевого уровня артериального давления. Ну и последний пункт – это пациент взят под диспансерное наблюдение. Это вполне понятно, и мы должны это делать. В рекомендациях также присутствуют так называемые типичные дефекты при оказании медицинской помощи. Ну, например, при сборе анамнеза мы забываем уточнить, как началось заболевание, сколько времени повышается давление, какие есть особенности. Отсутствуют сведения об эффективности ранее проводимой терапии, или хотя бы должно быть написано, что она ранее не проводилась. Отсутствуют сведения о приеме конкурирующих препаратов, которые могут способствовать повышению артериального давления. Очень часто мы забываем НПВС, оральные контрацептивы и гормонозаместительную терапию, многое другое. Нередко отсутствуют сведения о наличии менопаузы у женщин, о характере питания, о курении. Мы проводили исследование в центре Алмазова и выяснили, что из кардиологов только 50% оценивают статус курения и фиксируют его в истории болезни. Отсутствие сведений о наличии предшествующих госпитализаций. Ну и, наконец, при обследовании пациентов мы часто осуществляем неполное, или, по крайней мере, не фиксируемое, лабораторное инструментальное обследование. И это может приводить, во-первых, к неправильной диагностике, к недооценке симптоматической артериальной гипертензии, а также неверно оценить степень риска, потому что мы недостаточно полно оценили наличие органных поражений у наших пациентов. Когда мы ставим диагноз, то часто отсутствуют развернутые клинические диагнозы. Не указана степень артериальной гипертонии, особенно у больных сперва и выявленной гипертонии. Не оценена категория сердечного риска, то есть написано, гипертоническая болезнь на второй стадии, первой степени, какой риск не указан. Могут быть ошибки в установлении степени артериальной гипертонии или стадии гипертонической болезни. Такие истории болезни часто бывают. Написано в тексте давление 180 на 110, а степень стоит вторая. Отсутствует сведения о наличии у пациентов поражения органов мишеней. Когда мы лечим, то мы часто забываем измерить уровень артериального давления и указать, когда последний раз был прием антигипертензивных препаратов. Очень часто назначаются нерациональные комбинации антигипертензивных препаратов, и мы не интенсифицируем лечение на очередных визитах, а просто наблюдаем, как пациент находится в нецелевом уровне артериального давления. Ну и также очень частой ошибкой бывает отсутствие диспансерного наблюдения, отсутствие постановки на учет и нерегулярность этих диспансерных визитов. Конечно, это зависит не только от нас, но и от пациента, но по идее, если диспансерный визит не осуществляется, это должно быть тоже зафиксировано в истории болезни. Пациент должен прийти повторно, быть приглашен. Если он не приходит, то в России за это ругают лечащего врача, например, в Англии, да, за это пациента снимают с учета и отказывают ему в данном медицинском учреждении в оказании медицинской помощи. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что это было полезно. Несмотря на то, что мы все знаем о наличии рекомендаций, мы не всегда до конца и внимательно читаем все, что там написано, особенно то, что касается критериев качества и перечня обследований, которые мы должны сделать при диспансеризации таких пациентов. Я всем вам желаю здоровья и успеха. Благодарю Российское кардиологическое общество. И хочу анонсировать, что мы приступили уже к новой версии рекомендаций. И по мере того, как она пройдет рецензирование, небольшие модификации, которые будут внесены в рекомендации, появятся в том числе на сайте Минздрава и Российского кардиологического общества. Спасибо.